Впечатление у меня самое позитивное. Здорово обратили внимание к проведению данного фестиваля. Областные театры, местные театры. Вообще-то Шимкен является после Алматы вторым по численности театров. В Алмате девять театров, а здесь восемь. И здесь намечается открытие театра танца. Тогда уже будет наравне с Алматой. Уже по количеству театров, по девять театров и в Алмате, в Шимкен. Разве не приятно нам? Это есть рост, это есть эволюция театрального искусства Казахстана. А впечатления, еще раз повторяю, очень положительные. Подготовка, без одной накладки, с организационной стороны и творческой стороны. Просто коллективы, все они выглядели, на что они способны. Это меня радует. Ну, некоторые это дело таланта, кто-то более талантлив, кто-то менее талантлив. Но, все-таки, в конечном счете, является это праздником всех искусств. И здесь танцы, и музыка, и балет, и оркестр, и речь, культура речи. Все предусмотрены областными учреждениями искусства. Поэтому этот фестиваль, безусловно, оставит свой след в жизни, не только в области, а вообще в республике. Ашар Бегагай, скажите, пожалуйста, ну вот Союз развалился, да, и вот много-много лет, ну, можно сказать, даже где-то десятилетия, да, театры вообще находились в упаковке Казахстана. Вы правы, вы правы. Завалило все, потому что, ну, как говорят, люди хотели хлеба и зрелищ, причем зрелищ самых таких, вот, буквально, в смысле этого слова, да, бои без правил, боевики, низкопробные, да, криминальные программы, вот такое-вот такое. Вот уже, наверное, больше десяти лет в театры поднимаются. Совершенно верно. Вот, вы считаете, мы стали упущены время? Все-таки, знаете, в начале девяностых годов некоторые театры просто были оставлены на волю судьбы. Могу я прямо сказать, это отраусские, симпалатинские театры. Все артисты пошли на базар, оставили покой искусства, и театры просто без работы закрылись прямо, можно сказать. Потому что тогда, что заработной платы не было, людям нечего было есть, понимаете, не то, что там искусство, а вообще, как жить каждый день, чем надо питаться, это была проблема, правильно же? А сейчас все-таки мы наверстали, упущенные наверстали, я могу это смело сказать. Это чем можно доказать? Это открытие во всех наших некоторых областях театров профессиональных. В годы с уверенностью открыты где-то 17 театров. Это только может оказаться у нас в Казахстане, а некоторые, допустим, в соседнем Узбекистане, Самаркандский оперный театр закрылся. А у нас вот Североказахстанский театр, Костанайский театр, Тургестанский театр, еще многие-многие театры, вот Астанинские театры, это плоды нашей суверенности. После получения суверенности эти театры начали работать интенсивно. И сейчас они уже где-то начали занимать ведущие положения в театральном искусстве в Казахстане. Астанинский театр, 24 года, это академический стал, допустим, имени Коншбаева театр. И Костанайский театр, театр сейчас неплохо работает, очень интенсивно. Североказахстанский театр, это же все-таки успех, это вклад в развитие театрального искусства в нашей республике. Поэтому вы правы, все-таки наверстали упущенные наши театральные коллективы. А теперь я вам, может быть, некорректный вопрос задам, но задавать его уже можно. Можно, можно. Вы посмотрели все спектакли абсолютно, да, все театры. И вот галочку напротив какого-то любимчика для себя лично поставили. Да, вот я прямо скажу, русский театр, я сейчас говорил, увеличен со сценой. Они поняли замысл казахского автора, классика казахской литературы, Павета Мусрепова, через пьесу «Хосгурпешбаянслов». Очень обаятельный спектакль, очень грамотный спектакль, чистый, без шума, в гамма. Просто воспринимается спектакль, понимаете? Сценографические решения очень уместные. С режиссером они находили какой-то единый подход к раскрытию внутреннего содержания спектакля. И актерские работы я отметил. Это Вербицкий, Игорь Владимирович Карабая играет. Он же как режиссер, как актер на хорошем счету в республике. Все-таки он тащит весь спектакль. И это Джантыка играл. Петриченко, всех запомнить трудно, вы извините. Тоже очень такой пластичный, динамичный, действенный актер. Он по-своему решает судьбу Джантыка. Это один из удачных постановок именно на сцен русских театров в республике. Я много, многих хозгурпешев я видел на стенах русских театров. В Карагенде, в Североказахстанском театре, еще в других театрах. А ваш театр, вернее, Южно-Казахстанского театра, русский, все-таки они достигли, что они хотели. Какие задачи стояли перед автором, перед режиссурой, перед актерским коллективом. Они все-таки освоили классику на своем уровне профессиональном. А вот вы как считаете? И, ну, не буду вас задерживать, но, в общем-то, хотелось бы, наверное, я так думаю, нашим телевизорам будет приятно услышать пожелания. Ну, желаю удачи. Я сам из Южного Казахстана. Я вырос, родился в Акре в городе Кентав. Ну, я 17 лет уехал отсюда. Все время я нахожусь там, в Алматы. Сейчас в Астане последние годы. Я всегда скучаю по своей родине. Все-таки здесь талантливых людей много. Кого только нет и здоровитых людей здесь. Знаменитые ученые, музыканты, режиссеры, актеры. Талантами богат этот край. Я желаю всем больших творческих успехов. И самое главное – здоровья. Там, где здоровье, все можно творить, все можно сделать, как ты хочешь захочешь. Спасибо.